Друзья, сегодня забинательное событие для нашего города. Мы даже анонс поставили в дипломатеру, который называется «Прерванный полёт». Просто с большим успехом в прошлом году, или позапрошлым, даже начинал выступать итальянский цирк. Было очень много прессы, очень много людей было, и потом вдруг, как все знаете, появился вирус в короне. И все культурные мероприятия пропали. Вот скажите, пожалуйста, как произошла эта ситуация? Нам тяжело было карантин и дома-то, а итальянские артисты все остались здесь, вынуждены были? Или вот как? Как они жили здесь? Итальянские артисты, братья Давио и Карада Тони, Иван де Форш, французский дрессировщик, и их супруги, соответственно, они остались здесь у нас в цирке. На протяжении года мы поддерживали артистов, всячески, а поддерживали животных еще, которые являются тоже немаловажными артистами программы, естественно. Им было тяжелее всего, потому что животные все-таки, они привыкли к зрителю, к аплодисментам, к восторженным отзывам и яркому смеху детскому. Мы поддерживали в течение года артистов, приходили к ним на репетиции, аплодировали животным и старались как-то информационно даже поддерживать, постоянно показывали их и на телевидении, и в социальных сетях у нас было все. Наша пандемия, она прошла сплоченно, как бы странно это не звучало, потому что мы все-таки объединились большим нашим коллективом, поддержали и артистов, и себя же, в том числе, как сотрудников. И, в принципе, у нас все удалось, и сейчас, спустя год, мы наблюдаем это красочное представление вновь. А были какие-то мероприятия, которые помогли бороться, вы помогали итальянцам с ностальгией по родине? Может, какие-то праздники совместные итальянские поздравляли их как-то? Или вообще как они перенесли все это? Мы делали несколько проектов в этом году, в прошлом году, в 2020-м. Все время эти проекты были, на них были приглашены и сами итальянцы. Соответственно, мы ездили также на могилку Гаэтана Ченезели, то есть захоронение семейное, устраивали там такое некое событие, как это наша ежегодная традиция цирковыми туда выезжать. И мы читали сонеты на итальянском языке. То есть делали интересные проекты с ними. А также всегда на репетициях как-то поддерживали их в качестве интересных спикеров для журналистов. Диана, Вы уже начали отвечать на этот вопрос? Его задавали многие наши зрители. Вот о животных. Как они-то перенесли вот эту пандемию? Они понимали, что что-то в их жизни не то? Нет музыки, нет смеха, нет детишек и так далее. Они понимали, что что-то не то происходит? Безусловно. И, конечно, они это понимали. Мы, конечно, не знаем, насколько они страдали, грустили или нет. Но по их внешнему виду можно было сегодня понимать, что они себя чувствуют в хорошей форме. Мы их всегда и кормили, и поддерживали. Каждый день репетиции на манеже прямо здесь. То есть это обязательные наши условия. И артисты, конечно же, тоже их выводили всегда на манеж. Они разобрали новые трюки какие-то, какие-то аттракционы придумывали. То есть, может быть, это не так будет явно видно зрителю, когда какой-то трюк придумали. Но профессиональное общество это точно оценит. А вот так, на вскидку, что нового появилось в этой программе? Что-то сделано за время пандемии? Какие-то новые редакции, номеры, еще чего-то? Безусловно, в каждом номере есть какая-то своя изюминка появилась. Это может быть тоже, опять-таки, незаметно обычному зрителю, но профессиональное сообщество его обязательно это заметит. То есть, допустим, у нас появился новый трюк в иллюзованном аттракционе Марии Кохкохис. Это как раз момент с поджиганием, если с протыканием поджигания. То есть раньше этого не было. Некоторые элементы в воздушных номерах поменяли. Просто поменяли немного костюмы где-то. Это дрессура у Давио Тони немного изменилась. Это дрессировщик именно тигров. То есть там есть какие-то элементы, которые появились сейчас. Иван Дефорж уже обзавелся новым артистом церковым. То есть это пони. Он его сегодня не вывел, но я думаю, что он сейчас его подготовит. И, в принципе, он появится обязательно в этой программе. Пони мы уже демонстрировали нашим первым зрителям. Это медицинским работникам, которые были 14 февраля у нас в гостях. То есть понька здесь очень интересные трюки делала. То есть через кольца прыгала. Возможно, это будет сейчас в нынешней программе. Сейчас все устаканится и можно будет добавить интересный элемент. Диана, вот решу мое сомнение личное. В прошлом году дрессировщик выходил в костюме а-ля Юлий Цезарь или нет? Мне почему-то казалось, что не было такого костюма. Ну, он был в костюме. В костюме римского легионера или как назвать? Ну, Юлий Цезарь тут, наверное, это такой собирательный больше образ. Эпохи Юлий Цезаря, вот это доспехи. Ну, да, это собирательный образ. У него тоже было, да. Возможно, это было просто, да, оно было красного цвета, а сегодня это синий. То есть костюмы немного тоже видоизменились. И даже у гимнастки на волосах, у Александры Тарус, у нее тоже, по-моему, был другой цвет. Спасибо тебе от меня лично. А теперь некоторые вопросы от наших зрителей и от других коллег. Вот такой вопрос. У вас, получается, артисты есть, ну, как бы разных национальностей. Как происходит вообще этот совместный процесс репетиции, да? Кроме того, что люди, говорящие на разных языках, где еще люди, которые должны понимать язык животных. Вот в целом, как это происходит? Тут ни для кого не секрет, что язык цирка, он, в принципе, международный. То есть здесь не надо обладать высокими знаниями того или иного языка. Здесь люди все понимают друг друга с полуслова, с полужеста. Это испокон веков так было, потому что цирк – это все-таки гастролирующие артисты из разных стран всегда были. То есть мы можем это исторически проследить. Сейчас уже, ну, наверное, не так много осталось каких-то труп, где именно труп цирковых артистов, где какие-то, где чисто, допустим, русские. То есть где-то будут какие-то приглашенные обязательно. То есть, ну, цирк – это международное искусство. И понимают его все, и абсолютно не важно обладать какими-то знаниями. Вот сегодня на вас распространяются тоже определенные ограничения, да? Вот расскажите немножко об этом, там, на спортивных объектах. Одни проценты заполняемости театральных, другие у вас какие, какой относитесь, как бы, к группе? У нас все просто. Мы относимся к культуре. У нас разрешена 75-процентная заполняемость зала. Сегодня, в принципе, можно сказать, что был полный зал 75-процент. Аншлаг, да, аншлаг именно 75-процент. А пока такие ограничения остаются, ну, будем следить за развитием событий. Может быть, к лету, дай бог, под дыме нас уже покинет, и будет полная посадка. То есть, так же 100% уже кто-то делает, у кого-то есть. Вот какие меры безопасности вы вынуждены соблюдать, как бы, внутри коллектива, да? Это тоже по-разному происходит. Я имею в виду не со стороны зрителей, а вот внутри самой цирковой труппы. И как вы относитесь, как вообще в цирке относятся, допустим, к идее, там, вакцинации, предположим, у спортсменов, неоднозначное отношение здесь, поскольку есть и артисты, и животные, может быть, есть какие-то свои нюансы? Все достаточно тоже просто, так как мы понимаем, что мы должны заботиться о здоровье и своем, и в том числе наших потенциальных зрителей, и тех зрителей, которые постоянные. Мы, конечно, соблюдаем все требования, которые есть к нам от Роспотребнадзора и администрации города. Вакцинация – это дело абсолютно добровольное, никто никого к этому не принуждает, но очень многие артисты к этому пришли и сделали ее с удовольствием, прошли эту вакцинацию. В том числе первыми из них сделали артисты итальянского цирка. Чувствовали они себя после вакцины очень хорошо. В принципе, репетировать сразу же практически пошли. То есть все, слава богу, у них тоже хорошо. Наш директор цирка тоже уже дважды привился от коронавирусной инфекции, тоже говорит, что советует нам всем это сделать. Я думаю, что в ближайшем будущем, в этом месяце, я думаю, все и сотрудники также будут проходить эту вакцинацию, потому что это уже неотъемлемая часть нашей жизни уже стала. Так что будем заботиться о здоровье. В театрах сейчас бывает такая ситуация, что они вынуждены иметь даже два состава на спектакль. Если кто-то из артистов заболевает, даже если это просто ОРВИ, но тем не менее в целях безопасности это высадка на карантин. В вашем случае, наверное, заменить кого-то невозможно. И как это происходит, если все-таки подобные вещи происходят? Ну, цирк – это честное искусство. Здесь никогда не будет подмены, замены. И здесь, конечно, люди работают до последнего. То есть даже если они из температуры, это никто никогда не увидит.